И по поводу литков, друзья, почему я ставлю литки на север, вам показываю. Южная сторона, пчела летает, светит солнышко. Южная сторона, но солнца нет. Пчела практически вся сидит. Летает самая мощная семья на севере, которая занимает 8 рам пчелы, там стоит 6, но ее битком. А все остальные, которые на 4 рамках, примерно одной силы, они в общем-то сидят. Почему у меня литки на север? Для того, чтобы зимой не выманивать пчел на солнце. А тем более зимой на Кавказе, там солнце светит даже при морозе, и вся пчела будет вылетать и гибнуть. Поэтому литками у нас пчелы стоят все время на север. Объединенные пчелки в сутки открытые вымерзают, драки никакой нет, и матки, видно, будут целые. Но проблем никогда не было при таком объединении. И вот, друзья, последняя моя семья-инкубатор тоже сидела на 8 рамках. Видите, вроде бы как она сидит на двух корпусах. Сейчас мы их сытим на один, и неизвестно, сколько вообще еще пчелы здесь осталось. Так. 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 Ну, вы видели, тут и рамки пчелы нету в нижнем корпусе. Так. 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 Пчелка с крыльями. Плеча в последнем раз. Рыжая матка ходит. Клеща у пчел нет. А вот это все рамки с медом. Пойдут на весну, чтобы не пользоваться сахаром. Прокатаю катком, поставлю в нижний корпус и пусть питаются. До кации они вывесили. Сидящие на двух корпусах пчелы, видимо при поднятии, когда их осматривали, поместились на четыре рамки, даже на стенках не сидят. Тут еще клубок не ушел, а так занимают четыре плотно обсиженных рамки, даже с края еще не выше. Вот так можно ошибиться в комплектовании. Друзья, осталось немножко. У этой семьи я заберу рамку пчелы крайнюю, она сидит плотно на четырех рамках, это мне не надо, плотно надо сидеть на трех рамках, расползется будет четыре, и пересажу в этот карман. А эту рамку пчелы, сейчас пересажу этих друзей также в карманы и струшу сверху, чтобы их подсилить. Вы видите, как ужались они. Эти семьи сидят открытые уже двое суток. Для чего я это сделал, для того, чтобы можно определить точно силу семей и знать, что они перезимуют. Вот как ужались пчелы, сидящие полностью на рамке градусов 5-7 была разница. Вот видите, вот этой семье я сейчас струшу рамку пчелы с соседнего уля. можно таким образом поворачивать при комплектовании рамки, если спереди есть мед и его не хватает, а на другой рамке больше, как говорится, крест-накрест ставить рамки, и тогда у каждой улочки опять будет определенное количество меда доставки. Часть закроем полиэтиленом, поставим корпус и струсим рамку пчелы с этой семьи. Эту семью пересадим в соседский, и все будет окомплектовано. Здесь будут три рамки плотно-обсиженных, здесь будет три рамки плотно-обсиженных, там три рамки хорошо плотно-обсиженные, и здесь также. То есть укомплектовано будет все по первому разрезу. Холстики брезентовые, будут перекрыты две половинки одним холстиком, и так они будут зимовать, сверху будет утеплитель, и поедут отлично, перезимуют, влажности не будет вулей, потому что пропускает немного воздух и сырости. Друзья, я сделал по-другому, я взял на второй корпус, поставил рамку и не стал трусить. Пусть потихоньку, не спеша, сами перейдут в нижний корпус, потому что сейчас такая большая масса пчелы может устроить провокацию и драчку. Пусть сидят, переходят потихоньку. Ну вот, друзья, прошла холодная ночь, и вся пчела практически, кроме небольшого количества тут пчел замерзших, опустилась в гнездо. Сейчас рамочку убираем и начинаем лечить. Перевернул, там тоже примерно пол рамки пчелы сидела на стенке. Хорошая пятирамочная семья, но посадил на четыре. Друзья, я вот эту четырехрамочную семью с южной стороны, я сейчас перенесу на этот прицеп и посажу в этот карман, потому что это северная сторона, и еще обещают до 12 тепла в течение недели. И чтобы пчела не слетела, сажаю ее сюда. Все пересадили и не закрываем. Пусть охлаждаются и сидят. Соседская, как я и говорил, она висит вон, два сантиметра пчелы. Подставим сейчас четвертую рамку и закану. Ну вот и все. Укомплектовали еще один корпус на зимовку. Скажите, зачем такие заморочки? Объясняю популярно, мне сильные семьи восьмирамочные не нужны, потому что они к первому маю разроятся при нашей ранней весенней погоде. А четырехрамочные это как раз самые, что на есть оптимальные семьи. Мы такие покупаем 20 апреля, 25-го, четыре рамки печатного расплода, пакеты в основном. А эти уже к 25 апреля будут занимать полтора корпуса пчелы, а то и два. Падились в том, что было и что стало. Была медовая рамка. Не осталось ничего. Один расплод. Эту рамку я там тоже в Краснодаре переставлял в середину. Вот тут наверное ходит и сеет матка. Но меда вот осталась одна треть рамки. Расплод. 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 И вот она ходит матка на крайней рамке. И сеет здесь червик. То есть ей края ни о чем. Ходит там, где не хочется. Так что у меня нет такого. Заставная, медоперговая. Я заставляю семью работать на максимуме. Все. Эта семья стояла внизу, она будет летать вниз. Эта семья желтая стояла в этом месте. Они привыкли летать вверх, так они и будут считать. В верхний это зеленый леток и в верхний желтый. Все. Теперь, я думаю, числа до 20 апреля, эти семьи наберут 6 рамок расплода, рамок 8 пчелы. И только тогда, если так будет все хорошо идти, мы их будем расширять на два корпуса. Эти семьи, возможно, выйдут к акации на два корпуса. Подсилим двумя-тремя рамками расплода с более слабых семей и отправим их работать на белую акацию. Вот примерно такая технология зимовки, весеннего развития и подготовки их к белой акации.